В Азисе у нас не только поющие авторы, у нас есть поэты, которые свои произведения читают. На сцену поднимается Галина Лукашина, которая с первых тоже дней Азиса в нем, и несмотря на свою занятость, находит время принимать участие в наших всяких затеях. И очень приятно, что ты сегодня нашла время. Галина Лукашина. Очень волнительно, хотя вроде не первый раз, но я постараюсь держать тебя в руках. Любовь к тебе, как первая крапива, в душе моей весною проросла. Как я бездумно время торопила, когда с тобою рядом не была. Я целовала грудь твоей плечи, тебе шептала нежные слова. Какое право я была беспечной, какой наивной я тогда была. Витала в сладком облаке надежды и верила, что б ты ни говорил. А ты нарвал пригоршню листьев нежных и суп из первой зелени сварил. Я словно камень, рухнувший с обрыва, не слышу птиц, не вижу цвет зари. В душе бушует жгучая крапива. На сердце не проходит волдыри. Вдоль старого разбитого причала я медленно на лодочке плыла. Волна тихонько лодочку качала, ленивая от летнего тепла. Под досками просекшего причала река журчала, словно ручеек. Какой-то тайный знак мне подавала, но я не поняла ее намек. Волна струилась нежной позолотой от солнечных нежалящих лучей. Я тогда еще не знала, кто ты, не испила огонь твоих очей. Жила неспешно в праведных заботах, скрывая навалившуюся грусть. Не ведая, в каких водоворотах я в лодочке непрочной окажусь. Но в темных лабиринтах подсознания любовь своей расправила крыла. А ты уже назначил мне свидание. И я неспешно в лодочке плыла. Вот, собственно, почему я волновалась очень сильно. Значит, Оксана сказала, что мы там периодически перебегаем из АА в О, и из авторов зрителей, и в исполнителей, и так далее. Так как мой регламент как автора закончен, я хочу перебежать в исполнители и попробовать рассказать одно произведение. Значит, я услышала это стихотворение на творческом вечере Александра Михайлова. Буквально запомнила пару строчек, нашла в интернете, открыла для себя очень удивительного поэта Николая Зиновьева. Вот уже надо было что-нибудь принять. Николай Зиновьев. В степи, покрытой пылью бредной, сидел и плакал человек. А мимо шел Творец Вселенной. Остановившись, он изрек. Я друг униженных и бедных. Я всех убогих берегу. Я знаю много слов заветных. Я есть твой Бог. Я все могу. Меня печалит вид твой грустный. Какой бедой ты с ним? И человек сказал, я русский. И Бог заплакал вместе с ним.